Ты никогда не знаешь, то ли у тебя плохой управляющий, то ли это время у него такое плохое. Сергей Юрьевич, Димура Ченнел хочет вас спросить, когда будет кризис? Запасаться ли тушенкой патронами? Патронами? Не знаю, я не охотник. Тушенкой я не люблю, я сам готовлю, мне не хочется с этим много конверсированным мясом иметь дело. Хотя в детстве мы все это с удовольствием кушали, с картошечкой. Так вот сейчас кризис. Сколько я работаю на рынке, все время говорят, что скоро доллар рухнет. Все время кричат волки, что рубль рухнет. Рубль у нас рушится каждый день. Да, но про него не так интересно говорить, все знают, что каждый 7 лет опс, а вот про доллар можно. Ну про доллар то что говорить. Так вот насчет кризиса. Ну кризис то неизбежен, это мы все знаем. Кризис неизбежен, но придет ли он завтра, никто не знает. Интересное у меня было наблюдение в 2008 году, все знают про кризис 2008 года. Про кризис 2008 года мы начали говорить в 2006. Уже в 2006 говорили про кризис, кризис непременно придет, вот он кризис, все боялись, а рынок рос. Рынок рос в 2006 год, рынок рос в большей части 2007 года, в 2007 году в Америке разразился ипотечный кризис, реальный. А нам было пофигу, мы русские, нас это не касается. Нормально так. И мы росли. И вот встретили в начале лета 2008 года это максимум рынка, эйфория, дорогая нефть. Недвижимость в России стала стоить вообще дороже, чем на Манхэттене. То есть был колоссальный совершенно рост всего, а кризис он был. Он в 2007 году начался в Соединенных Штатах, но мы этого не замечали, нас это не коснется. И тут наступает осень, рушится Лемон Бразерс. Мы это побыть начали еще раньше, там еще была война осетинская. Но после этой войны, это сентябрь месяц, было такое ощущение, ну все, кончилось, кризис кончился, сейчас. Тут вам Лемон Бразерс, тут наша биржа останавливает торги, массовое неисполнение обязательств по репоку облигациям. То есть половина эмитентов на горании дефолта. Кто волнет, никто не знает. Китфинанс рухнул, автоматчики стоят в китфинанс на каждом лестничном клетке стоят. Что происходит, вообще непонятно. Список неисполнение обязательств на бирже безумно длинный, все всего боятся, и это только начало. Мы тогда еще не понимали, что это только начало. Мы по 46, я помню, покупали Сбербанк и думали, о, какое счастье. Он был 100, а сейчас 46, но он же упал там ниже 20, он же там ниже 15 потом упал. Так что с кризисом история такая, сначала его все пророчат, его нет, а потом он приходит и мы не верим. А в итоге все плохо. Так что с кризисом история, мне кажется, довольно-таки сложная. Когда-то, все времена Карла Маркса и даже раньше думали, что циклический кризис примерно как солнечная активность раз в 10 лет. Но если так считать, то нам уже пора, потому что 2007-2008 год был кризис, а сейчас уже 2018. Но новые технологии управления финансами, которые применяют ФРС и другие центральные банки, они научились эти кризисы каким-то образом частично купировать, частично переносить на потом. Сейчас все успешно гонят зайца дальше. Хотя кажется, что уже перестали, потому что процентные ставки в Америке начали расти. Но не в Европе, не в Европе. То есть гонят этого зайца дальше. Трамп объявил налоговые льготы, радостный доллар возвращается на родину, и все хорошо. Но кризис придет. Когда? Когда мы не знаем. Скажу честно, положу рука на сердце, никто не знает, когда придет кризис. Кто-то может угадать, потом задним числом будет хвастаться, я угадал кризис. Некоторые каждый год предсказывают кризис, раз если это угадали. Мы должны быть готовы к кризису не в том смысле, что вот он завтра наступит. Мы в том смысле, что мы к нему должны быть готовы всегда, как армия всегда должна быть готова к войне. Потому что придет он завтра, не придет, а жить нам все равно нужно. Каким образом мы можем готовиться к кризису? Вообще, что надо делать в кризис? В кризис, понятное дело, нужно купить дешево. Все, что потом вырастет. Во-первых, нужно узнать, что потом вырастет. Как известно, прилив поднимает все лодки, кроме дырявых. Поэтому после кризиса мы заработаем на все, что не обанкротится. Мы должны беспокоиться тем, чтобы на кризис у нас была ликвидность. Не долг, который из нас будет выбивать, а ликвидность. Это первое. Второе, мы должны в этот момент, точно мы не сможем этот момент определить, и мы немножко раньше, немножко позже будем покупать. Но мы должны иметь свободные средства, мы должны иметь способ определить, кто всплывет. Вот, собственно говоря, как это сделать? И честно, я не верю в этом смысле, в фундаментальная лязь, в его классическом, так сказать, определении. Почему? Да потому что данные получаются с большой разбежкой. Американская и не только американская бухгалтерия творит чудеса. И нарисовать можно какой-то период времени все, что угодно. Паника, когда людей охватывает и кажется, что все пропало, она тоже давит на психику, на эмоции, кажется, что уж ничего. Здесь нельзя, все будет плохо. Мы купим доллар и купим казначейские фикселя американские трехмесячные с доходностью минус 0,1%. И будем все пережидать. И то самое время, когда нужно купить, мы боимся, мы не знаем, что купить. У нас нет ликвидности, мы пропустили самое сладкое время. Что делает Баффет в это время? Баффет не пытается угадать дни. Ничего подобного. Он упал, он покупает. Еще упал, он еще покупает. Еще упал, он еще покупает. То есть он никогда не покупает на все, но он постепенно набирает позицию. И он не боится, что у него стоимость его портфеля упадет. Ну, упадет. Как минимум дважды он имел просадки больше 50%. Это говорит о том, насколько он неловко и несвоевременно входил в кризис. Значит, он покупал слишком рано. Он купил много и рано. Но в итоге он великий инвестор. Да? И все знают, что он великий инвестор. Поэтому мы попали в кризис. Мы понимаем, что цены дешевые. Мы что-то купили. Но мы твердые ребята, мы это держим. Мы знаем, что переживет Сбербанк минус и вылетит в новый максимум. Ну, условно Сбербанк. Пусть будет это я, все равно. Не важно. Вот так я по этому поводу думаю. А раз я думаю так, то значит я должен предложить какой-то формальный механизм действий. Всегда лучше действовать по формальному механизму, чем по наитию. Какой сценарий мы можем предложить для этого ситуации? На самом деле сценарий более-менее понятен. Когда рынок упал на определенный процент, мы на определенный процент закупились. Еще раз упал, мы еще раз закупились. Без кредитов, без плечей, ни на всю сумму, ни на всю котлету. А медленно, постепенно и на каждом падении. Это то, что мы не любим в обычной жизни. Вот мы, спекулянты, не любим набор позиций по сетке. Но именно в кризис, наверное, и надо набирать по сетке, но по очень широкой сетке. Моя статистика говорит, что примерно 25% снижения – это первый триггер покупки. Ну, 20%. Ну, когда Сбербанк упал до 170, это был триггер у Вас? Работал покупки? Нет, это не кризис. Я не вижу кризиса. Ну, вылетел – упал. Ну, то есть можно было спекульнуть, но это обычная спекуляция. Это не кризис совершенно. Кризис – это когда все вокруг пропало. Когда рубль больше ничего не будет стоить. Рубль 200 или рубль 500. Когда кричат – это кризис. Когда говорят – все облигации дефолтные. Это кризис. А когда у нас дефолтнул один там какой-то сибирский гостиниц, или как он там называется, я не помню, я не покупаю такую дрянь. Дефолтнул, дефолтнул, собственно говоря. Неуверенность дефолта при регистрации проспекта эмиссии была, наверное, 90%. На роду написано. Так что здесь нет кризиса. Это нормальная ситуация. Так вот, мы должны иметь программу. Лучше всего, конечно, программа ХФТшника. Потому что ХФТ каждый день совершает сотни сделок. То есть высокочастотная торговля. И он зарабатывает свой лимит доходов каждый день. У него практически все месяцы прибыльные. Ему кризис – не кризис. Чем больше болтанки, тем лучше. Но говорят, это не очень емкое дело. Это не емкое. То есть вот он на свои 3 миллиона рублей может иметь 100% в месяц максимум. Ну да. А я приду в банк, альфа-банк, говорю, я супер. Специалисты работают стремлю. Да, да, да. А даже мудриста, и он их потеряет. Потому что так нельзя торговать большой объем. Вот, ХФТшниками закрыли тему. Трендследящие системы. Для трендследящих системов кризис – это испытание, но, как правило, заканчивающиеся хорошим доходом. Почему? Потому что все-таки кризис – это большие движения. То есть продал по 200 – откупил по 100. Потом продал по 80 – минус зафиксировал, откупил по 50. А потом с 50 – опять на 200. Нормальная тема, нормальная. Но тренды пилит, когда не кризис. Когда вот на рынке болтанка ни туда, ни сюда, то трендследящей системы теряет деньги. Поэтому просто написать трендследящей системы и думать, что я буду на ней зарабатывать – не так-то просто. С большой вероятностью не будете зарабатывать. С большой вероятностью это нужно сильно врубиться, много экспериментировать, думать, писать программу, чтобы это что-то зарабатывало. Тут хочу вспомнить небольшой эксперимент. Есть такой сайт «Смартлаб». На нем группа постоянно действующих участников решила замутить соревнование творческое между спекулянтами. Это они сделали в январе прошлого года. Ну и решили они на год, до начала января текущего, следующего. В начале января этого года замутили, в январе следующего года закрыть. Прорядка 30 человек в этом приняло участие. Все как бы из себя нормальные, конкретные, управляющие. Из них было 8, которые торговали по алгоритму. Остальные торговали без алгоритмов. Результат на сегодняшний прошел 10 месяцев. Ни одного без алгоритмика не осталось. Кто-то потерял 30%, а это была точка отсела. Кто-то вообще не торговал, потому что сезон не его. Кто-то еще что-то сделал. Кто-то не смог соблюдать правила ежемесячной высылки денег. Итог такой, что из этих 30 стартовавших участников 8 работистов живые и все в прибыли. А большинство остальных потеряли больше или меньше денег. Но еще не закончено это соревнование. Оно еще 2 месяца будет длиться. Но оно очень показательно. То есть качественно сработанные роботы, они все-таки несут денег и, главное, они стабилизируют торговлю. Они приводят к регулярной торговой жизни. Так сформулировано. Регулярная торговая жизнь гораздо лучше, чем счастливое наитие на всю котлету и потерял все деньги. Поэтому я считаю, что роботы, если ими заниматься серьезно, это гораздо лучше, чем любая интуитивная торговля. Интуитивная торговля, я скажу только вот так, у одного из миллиона шедевр. Как у художника. То есть один у нас с Рубинсом. А все остальные, извините, мазилы. Также с интуитивной торговлей. С роботом любой крепкий добросовестный профессионал будет худо-бедно зарабатывать свою копеечку регулярно. Теперь я хотел один маленький нюанс отразить. Вот сейчас так модно говорить про искусственный интеллект. Все мы отдаем дань каким-то нейронным системам, дипленингу и прочим глубоким обучениям. Так вот, скажу честно, не видел ни одного успешного проекта в области торговли в России, ну я не все знаю, но что-то я знаю, который бы основывался на реальном дипленинге и на реальном глубоком обучении. Почти все реально торгующие роботы простые. Простые по замыслу, простые по исполнению. Не простые для того, чтобы до них дойти, но на самом деле простые. То есть обладают малым количеством параметров, малым количеством решающих правил. Почему? Я думаю, что может быть торговля на рынке гораздо более сложная задача для искусственного интеллекта, потому что искусственный интеллект все-таки разрывается для ситуации, когда помех мало, а сигналы сильные, сложные, но сильные. Допустим, если нужно лицо человека опознавать, все-таки лицо человека обладает определенными параметрами. Глаза у нас два, либо выбитый глаз, рот один, все на месте и так далее. То есть пропорции почти одинаковые. А что происходит на рынке? Акция сегодня растет, сегодня падает, сегодня она после этого события растет, завтра после такого же события она будет падать. У нас повторяемость того, с чем мы сталкиваемся, очень низкая. А раз повторяемость очень низкая, то системы, основанные на большом количестве параметров, они просто не могут вычленить ту существенную информацию, или, может быть, мы не умеем их научить вычленять ту существенную информацию. В общем, глобальный мой вывод такой, что роботы на основе настоящего качественного искусственного интеллекта это гораздо труднее, чем простые обычные кондовые транслядящие роботы, которые худо-бедно, со скрипом, но все равно зарабатывают деньги. Так что мы готовимся к кризису. Мы делаем качественные роботы, мы не берем на всю котлету при первой возможности, мы понимаем, что мы точку минимума не угадаем и будем покупать потихонечку, и не забываем об облигациях. Когда у нас есть качественные, государственные короткие облигации, мы всегда можем их продать для того, чтобы купить акцию. А деньги, которые сейчас не вложены в акции, не должны простаивать. Да? Я понятно варился. Но Вы сказали совершенно две системы противоположные. Первая система – покупки, посетки когда падают, а вторая – держи позицию по тренду. Совершенно разные подходы. Да. Как они считаются в одном человеке? Портфель. Очень хорошо, когда мы торгуем портфель. Когда мы не торгуем моносистемой. Вот у меня есть транследящий робот, грубо говоря, на Сбербанке. Я на него сел, все деньги в него ввалил и жду, что он мне будет одаривать золотом. Ничего подобного. Но когда я понимаю, что у меня есть облигации, у меня есть робот на Сбербанке, у меня есть робот на соотношение рубль-доллар. И это все в одном моем портфеле. И я думаю еще, что, ага, мои облигации живут. Но когда будет настоящий кризис, я не знаю, когда он будет. Но когда он будет, я продам облигации и купю очень дешевые акции. Не на все, а вот на ту долю моего портфеля, которая сейчас у меня в ликвидности. То есть в хороших облигациях государственных. Которые я продам в любой день в кризис. Вот в чем дело. Главное, что я в любой день должен получить ликвидность. Откуда я возьму ликвидность? Из кармана вынул? Ну, может быть, из депозита сниму. Допустим, но это неправильно. А правильно иметь приносящую доход ликвидность, которую можно обратить в что-то другое. Так, как делает Баффет. Он продал облигации и в кризисе купил акции. Мы все так можем. Это легко. Вы согласитесь, что тема роботов это не до всех? То есть в нее нужно долго врубаться? Мы сейчас говорим о преимуществах роботов, но все-таки это тяжело. Конечно. Любая работа имеет свою трудность. Даже снег чистить. Вот, если я сейчас напишу набор торговых правил на этом листочке, это тоже будет своего рода робот? Да, да. А вы сможете их истово? Прямо с молитвенной, ну скажем, не знаю, как священник ходит каждый день на службу, так же и вы. Исполнять их от и до. Как отче наш. Эти самые правила. Вы не сможете их исполнять. Это очень трудно. Гораздо проще роботу это получить. Когда я был... Кризис был в каком-то 2007 году. Был такой человек, я знаю, уже умер. Мастерков, по-моему. Фамилия такую поняла. Да. И у него был робот в Солиде. Робот в Солиде. Свой сайт какой-то. И он говорил мне, что у него хорошие роботы, но он должен нанимать человека, потому что он не может исполнять. Легко. Психологически очень трудно. Я понимаю. Психологически робот делает то, что человеку вот так вот не хочется делать. Вот так вот не хочется делать. Человек думает, да нет. Да нет. Я не буду это покупать. Оно слишком дорого. Мы сейчас говорим о роботах и кризисе. Вот, может быть, кризис грянет уже завтра. Вы же не знаете, когда грянет кризис? Нет. Я не знаю. Робот это очень сложно. То есть еще на натире этого робота надо? Нет. Его нельзя находить. Их нельзя покупать. Надо научиться делать самому. Можно взять чужую мысль. Можно взять кусок чужой программы. Можно, в конце концов, украсть что-то, да? Я имею в виду интеллектуальный смысл этого слова. Но делать то все равно лучше. Но у нас вот есть КБ. То есть у нас в стране, я не знаю, миллионы программистов, миллионы людей с хорошим математическим техническим образованием. То есть с алгоритмически устроенными мозгами. То есть с мозгами, которые могут все разжить по полочкам. Поэтому мне кажется, что не так уж это и трудно. Да, если человек имеет гуманитарное образование, никогда не программировал, как он это сделал? Ему не получится. Ну так ведь это не всякая работа для всякого. Понимаете? У меня нет слуха музыкального, так я и не русь петь. Нормально. Так мы хотим спасти от кризиса многих, не только тех, которые знают программирование. Ну вот вторая часть, то что я говорил, то есть ты имеешь на счете хорошие государственные облигации короткие, ликвидные. И ты аккуратненько себе сказал, что упадет на столько-то процентов, я часть облигаций продам и куплю акции. Хорошо. Еще упадет и опять продам эти облигации. Это не часто. По моим расчетам может это произойти, там за кризис нужно будет 2-3 раза напрячься всего. Но зато на выходе из кризиса сразу будет сверхприбыль. И есть люди, которые так сделали. Вот даже в кризисе 2008 года, я не знаю, вы помните или нет, в конце осени, начале зимы было нашествие клиентов брокерской компании. Вот некоторые люди, они приходили с деньгами, чтобы купить дешевые акции. Главное, что после этого нужно сделать, не сбросить их на первой прибыльной остановке, а иметь силу вводить, или какое-то время достаточно долго их держать. Год, два, три. То есть в конце концов здесь только нужна тщательность, аккуратность и мужество исполнять собственные решения. Хорошо. Вот смотрите, вот такой вариант. Если я хочу посмотреть, почему какой-то блогер популярен или видео, я вскрою теги и посмотрю, что он там прописывает, какие указывают указатели для роботов. Не могу ли я купить готового робота, допустим, робота за 10 тысяч рублей? Пускай он будет недоделанный, но вскрыть коды и уже пытаться разобраться и вести какие-то модернизации в чужой код? Или будет тупиковый? Ну, за 10 тысяч ничего хорошего они то не продаст, только какое-то серийное изделие если, да? Ну, смотрите, мы говорим о роботе как о индивидуальном изделии или мы говорим о серийном изделии? Нет, я могу что-то заказать, мне дадут какой-то полуфабрикат, дальше я буду уже сам доводить и учиться. Ну, теоретически да, можно. То есть, есть такие как бы кубиковые конструкты, где ты просто из кубиков как бы собираешь и просто прописываешь соотношение, вот если этот кубик больше того кубика, этот кубик меньше того кубика, то тогда купить или продать. Ну, трейдматик, их много какие-то. Да, таких не будем называть. Есть такие, была когда-то очень давно первая программа такая, уже забыл название, неважно. То есть, они существуют лет двадцать эти программы, но их не надо покупать в том смысле, что иногда брокеры предоставляют бесплатно, иногда можно, скажем, за две-три тысячи рублей в месяц их арендовать, но все равно вот кубики-то самому надо переставлять в этих программах, все равно нужно наловчиться это делать, все равно нужно научиться оценивать. Хорошая система получилась или плохая. Так оценить риск. Всегда в нашем деле недооценивают оценку риска. То есть, мы всегда должны идти от риска. Мы должны сначала посчитать риск, а потом уже что-то делать. Вот вы собрали из кубиков систему, да, она доходная, она хороший доход несет. Но какой риск она несет? Она где-то там в 2008 году нарисовала такое ответственное падение, а на общем графике это не очень видно, да. И если человек нет минимального опыта, он не поймет, что это было и это может снова быть. А там, допустим, было минус 90 процентов. И мы просто по сердцу минус 90 процентов пережить не можем. Иначе мы не можем, не имеем права такую систему торговать, но мы должны это понять заранее. Либо заранее быть готовым. Я могу, она мне приносит там 50 процентов годовых, но один раз на истории было минус 90, а я должен это пережить. Нормально? Нормально. Но если я к этому готов, я это знаю. Я еще там заначку от этой системы сделал, чтобы когда будет минус 90, мужественно добавить. А вдруг там будет минус 95, и у меня в сердце-то скотнется. А Вы сколько знаете хороших роботистов, которые смогут скорее все успешно прожить кризис? Да, все успешно прожить кризис. И возродимся как птица Феникс. Да не знаю. Я могу сказать, что, например, Александр Борисович Горчаков успешно прошел кризис восьмого года. Вот. 14, вот когда, помните, эти были кримские события, 14 доллар падал. Наши роботы все более-менее очень хорошо это место прошли. То есть тогда, наоборот, торговля рубль-доллар приносила сверхприбыль. Кто был к этому готов, тот очень хорошо в этот момент заработал. Беда там в том, что, например, я могу компанию, в которой я когда работал, сказать, что, когда на вот этом маленьком броске получилась бешеная прибыль, тогда-то народ и понес деньги. То есть время. Надо было плохие временалисти. Было пропущено. А началось время тряски. Они принесли деньги, потому что они уже про тот предыдущий суперпрофессионалы знали. Да. И потом они попали на эту тряску, когда вот сюда-туда. И они эту тряску не выдержали. Это вот еще одна проблема с давительным управлением. Ты никогда не знаешь, то ли у тебя плохой управляющий, то ли это время у него такое плохое. Поэтому нужно же очень четко понимать, этот управляющий, на какую просадку он может... Он вам скажет, я хуже, чем 20% не просяду. Но тогда он вам и 100 годовых не сделает, и даже 50 не сделает годовых. Потому что риски, они с доходностью-то рука об руку идут. Если вы хотите... Я 50% годовых хочу. Он скажет, ну, знаешь, у меня и 50% просадка может быть годовых. Один раз. А ты готов на 50%? Самое поразительное, что зачастую... Вот я с клиентами уже много общался. Зачастую клиент говорит, да, я готов на 50%. Но минус 20, он забирает деньги и уходит. Он испугался. Ну, тебя же предупреждали. Чего ты испугался-то? То есть, здесь ситуация... Здесь получается так, что инвестор для вот таких вещей, он тоже должен быть профессиональным. А случайный инвестор, он не понимает, куда идет, он не понимает, когда идет, и он не понимает, когда оттуда надо уйти. То есть, получается, что... Дело не только в том, что с маленькими деньгами не надо ходить на ДО, но еще и дело в том, что, не зная броду, лучше не соваться в воду. Спасибо. Как я по этому поводу думаю. Спасибо большое. Спасибо, Андрей.